Вернулся только что из Меганома, смотрели Кингсмен, вторая часть, Золотое кольцо. Первую часть я не видел, пошел за компанией, мне сказали, ну идем, а спецслужба, британцы, американцы, то да сё. И, честно говоря, из зала люди выходили примерно с 15 минуты, начиная, особенно когда речь зашла о каннибализме и расчлененке. Но пришли в компании, делать резкие движения не хотелось, поэтому досидели до конца. Что я хочу сказать? Я предлагаю, поскольку фильм свежий, он на афише премьера вот у нас недавно, подождать обзоров критиков. Такого говнища, я извиняюсь, надо еще поискать. То есть, очень много смысловых рядов, там очень много целей, которые просто видны. Кингсмен – это понятно, что королевский человек, Штитсмен – это штатовский человек, герб Британии, где надо и где не надо. Но в целом понятно, что англосаксы забаловались в эту игру, в расчеловечивающие игры. И такое чувство, что они мягенько, плавненько убывают в какое-то такое пространство интеллектуальное, в котором люди с синими полосами вместо вен и вместо мозгов. Что я хочу сказать конструктивного и деятельного? Основная наша проблема нашего блогерского сообщества, русских людей, которые воспитывают детей, ходят в кинотеатры. Кстати, была бы возможность пойти на что-то другое, конечно же, бы пошли, если бы знали, что речь идет об этом говнище. Наша основная проблема – что мы молчим, что мы не говорим ничего. Мы смотрим на всяких экспертов, киношников, которые говорят, ой, какая свежесть, какое английское изящество, как выстроен сюжет. Кстати, сюжет с драматической точки зрения такой же говнище. Он нудный, вялый, более двух часов развивается очень ни о чем. Там огромное количество перестрелок, погонь. Основной набор нашего трехмерного 3D-мира последних лет. Но в целом, с точки зрения человеческой истории, ни о чем. Ни хорошей любовной истории, ни красивых женщин, ради которых можно совершать подвиги. Все героини, которые там, они находятся в таком образе, в таком статусе. В общем-то, даже недорогих шлюх, которые ударить по вене – это ни о чем. Ты можешь, как сказала эта барышня, которую он внедрил на кончике презерватива, какой-то там маячок. Тоже, кстати, находочка больных на голову сценаристов. Мэтью Вон, который, судя по слухам, писал этот сценарий, снимал это говнище. Он, похоже, человек такой, да, с вавками в голове. И вот эти вавки в голове кормят всех нас, да, из этого магазина-супермаркета под названием кинотеатр. Вот этим англосаксонским говнищем. И мы молчим. В чем смысл говорения, если не молчать? Что, не пускать туда людей, чтобы они не ходили и не создавали кассу? Ну, это как получится. Хотя, на самом деле, фильм скучнейший. Наша задача, чтобы наши молодые поколения, дети, да, люди, молодое поколение, которые пошли туда, не надо. Отбивать, там, запрещать. Ну, дает Министерство культуры им прокатку. Ну, и дает. Понятное дело, что это встроенная система глобального управления. Англосаксы те же правят. У нас все кинотеатры управляются из Лондона и Лос-Анджелеса. Тот же Кингсмен, да, и Штейтсмен. Просто наши дети должны быть, ну, вооружены каким-то антидотом. Прямо по сюжету этого Кингсмена. То есть, они должны пойти в этот кинотеатр. Они должны посмотреть, какие вавки в голове у Мэтья Вона, передовика, вот этого вавочного производства американско-английских, да, людишек. И они должны иметь антидот и дать четкую оценку, что вот это говнище не наше. Без этого, если вот так вот такие фильмы будут атаковать мозги наших людей, да, мы каши не сварим. Будет такое же зомбированное население в ящиках, на которых будут делать вот такие вот опыты, да, нарко, алко и другие дельцы. Чем занимаются англосаксонцы? Они занимаются производством алкоголя и наркотиков. Больше там ничего нет. Обратили внимание? Так вот, подводя итог, предлагаю высказаться всем, кому посчастливилось побывать на этом говнище. Да, и высказать свои мысли не только в Фейсбуке, ВКонтакте, там, путем своих репличек, да, буковками. А, и записать там серию роликов для того, чтобы назвать вещи своими именами. Такой вал информационный, если образуется, то во всяком случае сформируется хоть какой-то антидот. А без этого, если мы будем сопеть и молчать две дырочки, никакого антидота не будет. И мы получим вот в этих ящиках, да, привитых, при зараженных людей в течение ближайших десяти лет, которые будут как контейнерами переставлять. В общем, отвратно, отвратно. Я несколько раз порывался встать, но надо было там, из уважения к людям, пригласившим, досмотреть. Но в целом, я считаю, что надо назвать вещи своими именами. Кинотеатр – это источник говнища в голове. Кингсмен – это, ну, наверное, вершина этой туалетной темы. Если кто-то не согласен со мной, просьба откомментироваться. Ну, я думаю, что подавляющее большинство родителей, у кого есть дети, со мной согласятся. Хотя, если хотите поспорить, милости прошу. Я считаю, что это начало заката голливудского кино, вообще западного кинематографа, со всеми своими атрибутами. То есть, там первый смысловой ряд, второй смысловой ряд. Британия, да, передала эстафету Соединенным Штатам, потом забрала себе обратно. Ну, в человеческом, гуманитарном смысле, именно в том, в котором нет ни одной сценарной закладочки вообще, с точки зрения перспективы мира. Весь этот англо-саксонский мир плавненько отправится в никуда. И это, конечно, хорошо. Но для этого надо расставить акценты. Нужно рассказать, что такое черное, что такое белое. Спасибо за внимание. Продолжение следует...